Немец по своей доброте сдал квартиру беженке, одинокой, с ребенком. Она не знала немецкого. Он сейчас всю историю расскажет, мы идем к нему в гости. И приехал, через определенное время, квартира была в ужасающем состоянии. Ужасающая. Сейчас он делает ремонт полностью. Как после войны. Как после войны, он говорит. И Петер случайно с ним познакомился. У нас есть такие контакты, называются «Помощь соседям». И он случайно с ним познакомился. И этот человек захотел, он сделал снимки, я вам их приложу. Сейчас уже квартира по-другому выглядит, потому что он делает ремонт. И я вам приложу вот эти все снимки, он все зафиксировал, чтобы люди были очень осторожными. Как говорится, не делай добра, не будет зла. Я сниму на немецком, потом сделаю перевод. Итак, ребята, мы начинаем. Добрый день, дорогие друзья. Привет. Мы находимся взади дом, который я хочу взять сегодня интервью у немца. Мы находимся в Берлине, недалеко от Александра Плац. Вот этот дом. Здесь он живет, мужчина этот. Он нам расскажет полную историю. Сейчас идем. Петер, как его зовут? Ханс Ланде. Ханс Ланде. Мы едем на тринадцатый этаж в гости к этому мужчине. Квартиру, которую она просто превратила, я не знаю, в чего, да, Петр? В чего она его превратила в квартиру? Как после войны. Он написал, как после войны. Представляете, разгром. Это просто пипец. Вот так помогать украинским беженцам некоторым. Это не как на войну на востоке Украины, на западной Украине, как на востоке Украины и России. Или Сирия. В этой квартире жила 36-летняя украинская беженка с ребенком пяти лет. Как она вообще нашла эту квартиру? Через сайт Nevenan.de. Мы познакомились с человеком, который искал квартиру для украинки. Было известно, что у меня не будет в этой квартире 22 месяца по работе. Когда я вернулся, она освободила квартиру. Когда долго квартира стоит пустая, это не совсем хорошо. И я из хороших побуждений представил ей эту квартиру. Это украинская беженская представила себе. Меня зовут так-то так-то. Хочу заранее сказать, что я ничего не имел с этого. Вот я перед этим показывал договор на квартиру. И что ей платит Джоб-центр за эту квартиру? Она платила только, Джоб-центр платил ей только за эту квартиру. Митта у нас называется. А я ничего от этого не имел. Вот такая грязь, когда мы приехали, была. Это просто ужас. Она оставила ключи и исчезла. Я потом ее не видела. А потом мы поняли, когда вошли в квартиру, что квартира была абсолютно грязная, потому что мы сразу не посмотрели. Туалет был настолько грязным с точки зрения гигиены, что даже, наверное, кошка туда бы не пошла. Скажите, а сейчас она все передела... Вы все переделали? Теперь все новое. И она даже не убрала перед уходом. Да, абсолютно все оставила так, как есть. Даже мусорный бак оставила полным. Вы только посмотрите еще, что она сделала с ванной. Это ужас какой-то. Просто невозможно. В шкафу стояли грязные чашки. Абсолютно грязные. Несколько, наверное, дней или недель. Холодильник был такой грязным, что моя жена была в шоке. И она написала письмо жилищную ассоциацию, что какая она аккуратная перед тем, как она хотела эту квартиру. И чисто плотная женщина. Это все она писала и говорила до того, как она въехала в квартиру. Можно подумать, так мы поверили ей, потому что она выглядела так мило, так симпатично. А потом мы вошли сюда и увидели, что по всему полу разбросаны, даже зубочистки. Они все выбрасывали на пол, на ковре, который был здесь раньше. До сих пор видны следы от более крупного ковра, потому что мне пришлось его убрать. Такая была грязь на ковре. Это просто отвратительно. Нам пришлось сразу же избавиться от ковра, потому что его невозможно было вычистить. Все новое, большие деньги. А еще нам пришлось избавиться от унитаза и поставить новый. Тоже невозможно было почистить. Мы все делали. Это просто был ужас. Он был черный. Настоящий черный. Это одинокая женщина с ребенком. Так что это стоило немалых денег. И все здесь было сравнительно отремонтировано. Я все отремонтировала. Так что ничего не осталось в прежнем виде. Вы тоже рассказывали мне о диване. Я спрашиваю. Да, мы пытались почистить диван. Теперь он выглядит лучше, но теперь ему нужен новый, потому что он совсем еще грязный. Я в таком виде не хочу его иметь. На этом пока все. Выглядит сейчас немножко лучше, но вы видели бы, как он выглядел до этого. Я в фото показал чуть-чуть диван, темный такой. Но раньше я этого не знал, конечно, что такое будет. А когда мы увидели душевую кабину, это было просто жесть. Душевая кабина. Невозможно было через ней что-то видеть. Я не знаю, что она делала. Это просто пипец. Пол душевой кабины, душевая кабина была практически коричневой. Вы посмотрите, там еще, что особенно внизу в уголках видно на фото. Мы все, что возможно, вымыли сверху донизу. Было очень тяжело. Я покрасил все потолки, потому что даже потолки были грязные. Я покрасил стены. Как она это сделала, спрашиваю я себя. Одна с маленьким ребенком. Для уборки я оставила абсолютно все. Пылесос, швабра, все, чистящие средства. Мы все для нее организовали. Не надо было покупать. И она этим не пользовалась. В принципе, все было то на месте. У нее была кухня. Также, не знаю. Его жена говорит, мне потребовалось два дня, чтобы только убрать кухню. Она выглядела такой перед этим милой, симпатичной женщиной. Да, снаружи. А оказалось просто кошмар. Его жена рассказывает, мне, когда я вошла в эту квартиру, захотелось туалет. Но когда я увидела этот туалет, мне приходилось идти в туалет. Потому что то, что я увидела, это было просто жесть. И это человек из Киева, не из какой-то деревни. Я этого не понимаю. Она все время прикрывалась своим ребенком, перед тем, как мы познакомились, перед тем, как она въехала в квартиру. Она говорила, да, мой ребенок, мой ребенок, мой ребенок. И, конечно, я подумал, жаль, конечно, одинокая женщина с ребенком, молодая. Я бы тоже так сделала. А потом понимаешь, что человек оказался совершенно другим, чем я думал в моих представлениях. Это было ужасно. Она писала мне письмо, где она еще заявляла, что она не будет доставлять мне неприятности. Какие неприятности? Она мне еще будет неприятности делать. Она написала. Потом я сказала, нет, все, я расторгаю контракт, не собираюсь его продлевать. Она меня запугала, что она не будет делать неприятности. Она не знала языка, но знала все законы. Как она сказала мне, тоже запугивала. Она сказала, она сказала, что по закону в Германии очень сложно высеять мать с ребенком. По какому закону? У нас будет договор на 22 месяца. И все. Я буду тебе создавать проблемы, не ты мне. Еще раз говорю, я не против помощи. Я не против помощи украинским беженцам. Не будьте живы бомжами, не оставляйте квартиру в ужасающем состоянии. Это реальный пример. Вот это отдача этих людей. Молодая женщина, не работая, ничего. И даже время у нее не находится. Да, ребенок был в детском саду, и у нее время даже не нашлось убрать квартиру, а загарить квартиру. Я в шоке, тем более маленькую квартиру. Тут у меня я инвалидность имею, и я три комнаты убираю, и муж убирает, у меня ему 67 лет, а я моложе, но все равно инвалидность. Как так можно? Тем более чужую. Вот я жила в Турции, я снимала там квартиру. Ребята, мне даже, когда потом я оставляла квартиру, выезжала после трех месяцев, мне говорили, это просто дай бог каждому, чтобы так, это же мое лицо. Это мне будет позорно, стыдно, хотя бы я могла бы сказать, я все выеду, и все, больше никогда не заеду. Но я не могу так, как можно? Я убирала огромнейшую квартиру, пентхаус. И даже муж приехал меня брать из Турции, помогать мне с чемоданами, сказал, молодец. Я убралась к нему все, и тем более, когда приехал потом арендатель, и я посмотрел квартиру, сказал, Эрика, ну класс. Он ни цента не имел с этого, ни цента, только по доброте душевной, как говорится. Пожалел, что женщина с ребенком, а она казалась настоящей свиньей. Это было наше видео с мужем. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. Нажмите на колокольчик, кому понравился мой канал, кто случайно зашел на мой канал. И не забывайте ставить лайки. От сердца к вам, ваша Эрика. И? И Педа. Если вы примеры такие знаете, пишите на ПН, на личные и позвольте. Ребята, кто знает такие похожие примеры, надо говорить об этом. И, пожалуйста, пишите мне в личку. Контакт стоит в информации о моем канале. Там стоит мэл, где вы можете написать. Буду очень рада. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова